Который рекламирует наркотики. Сейчас мы позвоним по нему и попытаемся уточнить, что они продают, как. Где товар, покупатели уведомят смс-кой. Бояться продавцам абсолютно нечего. Стоп-лист наркотических средств и психотропных препаратов, спайсы и соли фактически не включены. Ведь их формулы меняются со скоростью света. А вот процесс пересмотра общего списка возможен только раз в 8 месяцев. Четыре месяца медики на мышах проводят клинические испытания. Потом еще четыре месяца бюрократическая машина работает. 26 инстанций должны поставить свою подпись о том, что это на самом деле наркотик. А китайцам для того, чтобы произвести такую формулу, нужно всего два месяца. Получается, что формулу, которую они новую сделали, легально продают. Зная о собственной неуловимости, наркоторговцы размещают объявления даже на школьных стенах. Ну контроль, контроль нужен. Поднимать вопрос, пить колокола. На БАД. Уже не в колоколах, на БАД. Здоровому поколению Кавказа лучше других известно, насколько это может стать опасно. Михаил без наркотиков уже почти год. Зависимость сразу появилась. Захотелось еще, еще больше, больше. Подруманивание полное он как бы производит. Уже голоса какие-то слышались, дилюцинации. Даже когда я не находился под его влиянием. Синтетика приводит к физическому и психическому истощению, убивая в 10 раз быстрее героина. В крови не хватает кислорода, клетки мозга начинают умирать. Человек либо сходит с ума, либо превращается в овощ. В реабилитационный центр Михаил попал на грани. О четырех годах ада наркозависимости вспоминают с ужасом. Поэтому сейчас он вместе с другими волонтерами, тоже бывшими наркоманами, делает все возможное, чтобы уберечь подростков от роковой ошибки. Тех, кто еще не попал в проблему, нужно учить, проводить профилактические мероприятия. Мы много ездим с лекциями по школам, по вузам, проводим такие лекции. Тех, кто уже попал в проблему, нужно лечить. А тех, кто создает эту проблему, нужно мочить. Ну, законодательно, конечно. Поэтому активисты движения «Стоп наркотик» передали президенту Владимиру Путину новый законопроект о наркотических средствах и психотропных веществах. Говорят, его обсуждение уже началось в Госдуме. Алексей Казанников, Ольга Альбухина и Наталья Тулаева. LifeNews.